Спортивный праздник Лыжня России состоялся в минувшую субботу, только на Чукотке. Он проходит в последние числа апреля. Для нас это оптимальное время для большого забега. В Анадре в состязании приняло участие 129 человек. На лыжню вышла и наш корреспондент Анастасия Сертун. На Анадрском ливане многолюдно любители лыжного спорта собрались на самое массовое ежегодное состязание. 39-ю всероссийскую гонку Лыжня России. Подтверждение регистрации – выдача маек с номером участника и шапочек с символикой гонки. Лыжный комплект необходимо было принести свой. Для тех, кому нужно переодеться, стоят палатки. После общего инструктажа и напутственных слов лыжники отправляются на стартовые позиции. Их несколько для разных категорий участников. А вот сам старт впервые в этом году был общим для всех. Единой сплоченной командой 129 спортсменов начинают гонку. У каждого свой ход – классический, коньковый или авторский. Предварительных тренировок не было, поэтому тактику искажения пытаюсь выработать в ходе забега. Так лыжникам необходимо было преодолеть разные дистанции. Дошкольникам – 200 метров. Школьникам – 70 лет, километр. Они в числе первых стали приходить к финишу. За ними подростки 11-12 лет и женщины от 40 лет и старше, которые пробежали 2 километра. Первый раз участвовала, и я готовилась к этому. Несколько раз каталась возле дома. А как трасса? Хороший снег? Ну, такой себе, но хороший прям. Скольжение было легким? Да. А результатом довольны? Очень. Дистанцию в 3 километра покоряли 13-15-летние юноши и лыжницы от 13 до 39 лет. Самую длинную дистанцию в 5 километров прошли мужчины старше 18-ти. Из специально организованной в центре трассы фан-зоны лыжников активно поддерживали болельщики. Поворачивайся, репетишка. Организация очень хорошая. Ратрак прошел, подготовил трассу достаточно хорошую. Я знал, кто будет у меня здесь в лидерах на моей трассе, да, 5 километров. Ну, четвертое место я занимаю уже четвертый год подряд, так что уже, наверное, привык. Но стараюсь, все ближе к лидерам подхожу. По итогам забега обладателями кубков гонки «Лыжняя Россия» стали Валентин Гончаров. Он победил на дистанции в 5 километров. И лидер среди женщин в гонке на 3 километра Марина Малькова. Я давно в спорте, да, 8 лет. Но здесь готовится очень сложно в анадоре, потому что трассы не готовят, к сожалению. Если бы была трасса, очень хотелось бы кататься каждые выходные. Но трассы нет, лыж нет. Лыжи было найти очень сложно, но мы нашли и сделали это. Спасибо. Результатом довольны? Хотелось бы лучше, конечно, но будем наращивать обороты. Остальные призеры в своих подгруппах получили памятные дипломы и медали. К слову, самая младшая участница гонки Арина Долотова в своей возрастной группе финишировала четвертый, а ведь ей едва исполнилось 4 года. А Ольга Кузнецова в свои 60 обогнала более молодых соперниц и завоевала серебро в дистанции на 2 километра. Победа не за мной, но свой норматив ГТО я выполнила. А самое главное – укрепила здоровье. Как и все участники спортивного праздника «Лужня России-2021». Анастасия Сертун, Ярослав Сертун, Вести, Чкотка.